Статистика утверждает, что большая часть геймеров используют достаточно средние ПК. Сегодня к таким можно отнести машину следующей конфигурации. Процессор Intercore i5 или эквивалентный AMD. 8 гигов оперативной памяти на борту, видеокарта прошлого поколения или бюджетной линейки. Такие как Nvidia GTX 10 серии и 16 или аналогичный AMD. В принципе на таком компе можно запустить многие хиты последних лет. Пусть и не на самых максимальных настройках. Но если вы хотите играть так, как задумали разработчики, то бишь на максималках, то вам поможет этот топ игр для средних ПК. Я намеренно не включаю сюда онлайн игры, хотя они и заведомо рассчитаны на средние конфигурации. Во-первых, я их просто не люблю, а во-вторых, они и так общеизвестны. Поэтому прожал на лайк, подписался и приготовился к просмотру. К главной роли этой неординарной Action RPG невероятно стильные и сексуальные андроиды. Они были посланы на землю, чтобы очистить планету от захвативших ее опасных машин и сделать вновь безопасной для людей. Но история не так проста, как кажется. И не все эти машины безгмозлые автоматы. У них есть надежды, мечты и даже кое-что еще, о чем я сказать не могу, поскольку YouTube это просто не пропустит. Но не суть. Сюжет игры на удивление прекрасен. Множество концовок могут перевернуть ваше мнение о персонажах. А побочные квесты исполнены просто здорово. Может быть это не лучший экшен и не лучшее творение разработчиков, но кромсать роботов огромным мечом в невероятно стильном открытом мире это просто песня. Кстати, саундтрек здесь тоже выше всяческих похвал. Одна из наиболее импрессивных игр с огромными сложными уровнями, которые безумно интересно исследовать. А ее продуманные миссии просто незабываемы. Отдельно стоит отметить мрачный стимпанк сеттинг в викторианском стиле и проработанный сюжет. К тому же, возможность играть за двух разных персонажей значительно повышает реиграбельность. Даже если вы не любите стелса, в этой игре есть множество способов разделаться с противником, не убивая его. Например, вы можете отразить удар мяча, сделать захват, бросок и оглушить ударом в лицо. А способность Эмили одним ударом отключать несколько врагов выглядит невероятно сильной. И это лишь малая часть доступных вам средств. Это гибрид гадостроительного менеджера и симулятора выживания. Целиком построен на сложном выборе и ответственности за его последствия. Для спасения жителей в замерзающем мире нужно управлять не только ресурсами, но и самой надеждой, чтобы люди продолжали работать во имя будущего. Их нужно убедить, что оно у них в принципе есть, часто довольно жестокими средствами. В отличие от большинства гадостроительных игр, Frostpunk не бесконечное. У вас есть всего 45 дней, в течение которых периодически происходят сюжетные события. Часто они могут вставлять палки в колеса вашему городу и обществу. Это напряженная и мрачная игра, где вы можете разочароваться в самых лучших достижениях или отстаивать самые жесткие варианты. На что вы готовы ради сохранения жизни и какова в итоге окажется цена? В этой без привлечения суровой стратегии вы возглавляете сопротивление инопланетной оккупации. Традиционный формат XCOM сочетает менеджмент от базы, сопряжение бойцов и напряженные пошаговые тактические сражения. В путешествии по различным регионам на своем огромном базовом корабле вы собираете ресурсы и изучаете врага, чтобы ваша команда получила крутые пушки и мощную броню. Базовая XCOM 2 была довольно сложной. Вам приходилось буквально выживать, распределяя скудные ресурсы и отправляясь в новые бои, едва залечив раны от предыдущего сражения. И все это на фоне отсчета досудного дня. Слушай, да я вот тебе тут рассказываю обо всех этих лучших играх. Да вот забыл упомянуть, что все эти игры и не только ты можешь найти с хорошими скидками в магазине по ссылке в описании. Переходишь туда, вбиваешь в поиск интересующую тебя игру и естественно находишь. Либо переходишь в магазин партнер и ищешь там. Поверь, это не сложно, зато со скидкой. Вархаммер – вселенная темного фэнтези, ставшая местом в действии огромного количества игр. Своей популярностью она обязана мрачному максимализму, где есть еще фактически два Мордора и не менее трех дракул. Серия Total War – прославленная серия исторических стратегий с масштабными сражениями и глобальным управлением нацией. Поэтому объединение Вархаммер и Total War стало просто идеальным. Фракция Вархаммер – ядерная смесь архетипов традиционного фэнтези и совершенно безумной фантазии. И здесь они готовы сразиться насмерть на огромных картах. В игре есть кампания, где фракции вступают в бой для контроля над магическим артефактом. Для этого нужно провести серию ритуалов, каждый из которых значительно усиливает вашу армию. А если хотите поиграть подольше, то вам подойдет огромный глобальный режим Mortal Empires. Изометрическая РПГ в классическом стиле на современной лад с поддержкой кооператива для четырех игроков, великолепными персонажами и невероятно сложной пошаговой боевой системой. Ее основная фишка – большое внимание к физическим взаимодействиям. Например, вы можете погасить огонь дождем. Или наоборот, подлить масло, чтобы он запылал еще сильнее. Огромные локации, взаимосвязанные квесты, которые можно выполнять в любом порядке. Маскировка, различные эффекты и свобода убить любого. Вполне стоят небольшой замороченности и сложности для неподготовленного игрока. Здесь невероятно свободная и креативная кампания с великолепным сценарием. А ее продолжительность легко может превысить сотню часов. Но даже после этого история не закончится. В игре есть встроенный редактор, позволяющий создавать собственные приключения. Эта игра, пожалуй, лучшая за последние десятилетия видения мрачного киберпанковского будущего, в котором грань между человеком и машиной становится все более размытой. Наш герой Адам Дженсен – кибернетически аугментированный суперсолдат, который должен расправиться с террористической группой, выступающей против модификации людей. Однако все оказывается гораздо сложнее, чем убить всех плохих парней и спасти мир. В ходе своего расследования Дженсен раскрывает гораздо более глубокий заговор. Он ведет к иллюминатам, тайному сообществу на протяжении всей человеческой истории, влияющими на ход мировых событий. Главное среди всех достоинств этой РПГшки – нероятное разнообразие возможностей прохождения. Здесь можно тайно пробраться на территорию врага, или палить изо всех стволов, выбрав соответствующие агументации. А если захотите, взломайте систему обороны и обратите ее против прежних хозяев. Assassin's Creed Odyssey стала шедевральным примером дизайна открытого мира, но ее сложно назвать игрой для среднего ПК. Тем не менее, в великой серии USB Soft есть и менее требовательные, но не менее примечательные игры. Завершив историю оригинальной серии, разработчики решили исследовать новые области. К счастью, в их распоряжении еще была большая часть человеческих историй. На этот раз был выбран золотой век пиратов, скитающихся по Карибскому морю в поисках сокровищ. Благодаря минимальной связи с предыдущими играми, эта часть стала идеальной стартовой точкой для новых игроков. Black Flag предлагает нам отправиться в захватывающее морское приключение, и это до сих пор одна из лучших игр серии. Здесь вы можете действительно притворить в жизнь все свои мечты о пиратстве, искать сокровища, грабить вражеские крепости, вести свою команду в бой и пятером. И конечно же в этой же игре не обошлось без всего этого паркура, который так любят ассасины. Наследие Биошок всегда будет вызывать ожесточенные споры. Тематика, персонажи, миры и механики. Игр разделили всех, кто в нее играл, на несколько враждующих лагерей. Несмотря на спорный дизайн, Биошок остается игрой, которую стоит помнить и обсуждать. И конечно же в нее стоит играть. Это серьезная игра, которая с удивительным упорством затрагивает непростые темы родства и отношений. И ей всегда удается представить даже самые спорные моменты, как неотъемлемую часть целостного мира. А сам мир выглядит как последствия реализации странных идей отдельных личностей. Также стоит отметить, что эта игра, пожалуй, один из лучших примеров применения лицензированной музыки в истории видеоигр. Дедьмак 3 вышла в 2015 году и на тот момент была своего рода бенчмарком для игровых машин. Но по современным меркам оптимальная для нее железо, вполне средняя конфигурация. При этом геймплейной ценности игра совершенно не потеряла. Скорее наоборот, с выходом крупных DLC дополнений у нее прибавилось качественного контента. Третьего Ведьмака называют величайшей в истории RPG и игрой с открытым миром. Конечно, такие заявления, как правило, делают наиболее преданные фанаты. Но факт остается фактом. Игре великолепно удалось создать мир, в котором внимание заслуживает каждый персонаж, каждая история и каждое место вне основного квеста. В Дикой Охоте нет сюжетного мусора и стоит пройти каждый квест. Эта игра одна из наиболее интересных применений формата открытого мира в плане реализации идей раскрытия истории. Если ваш компьютер не тянет последние хиты, не стоит отчаиваться. Есть огромное количество игр для средних и слабых ПК, которые могут подарить не меньше удовольствия. Как я уже говорил неоднократно, качество игр не определяется ни графикой, ни годом их выхода. Вы, наверное, заметили, что в этой подборке техническим моментам уделялось не так много внимания. Геймплей, сюжет и подавляющее большинство игровых механик совершенно не зависят от мощности вашего железа. Поэтому даже на средней конфигурации можно запустить очень достойные игры, способные дать фору многим современным хитам. Ну а на этом вроде как всё. Спасибо за просмотр. До новых встреч и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok